Приветствую вас. Смотрите, идея здесь какая. Вы почему-то живёте в кредитах. То есть вы почему-то брали и скрывали кредиты. Вот сами по себе кредиты такие вот на постоянной основе какие-то. То есть там понятно что один кредит взятый на что-то такое действительно нужное, серьёзное. Типа автомобиль, квартира и что-то такое. Может быть какую-то нужную технику. Это нормально абсолютно. Но когда кредиты берутся постоянно, когда они скрываются, а если скрываются, значит вы стыдитесь их кредитов собственно. И вот тут получается, что некой такой возможностью что-то себе позволить, да. И некая невозможность выносить ограничение, ну ограниченность в финансовых средствах. То есть восприятие этого как собственное принижение. Это уже проблема ваша непосредственно. И пока вы эту проблему не решите, ну наверное даже если у вас получится сохранить брак, то как бы высока вероятность рецидива. Честно говоря, я думаю, что вероятность 100%. Потому что проблема не решена изначально, да. Вот. Причины, по которым люди берут кредиты, могут брать кредиты. Самые разные, это могут быть и проблемы личных границ, когда человек живёт непосредством. Вот. Проблематика такая. Внутренних личных границ. Не внешних, а внутренних. То есть я... Вот когда человек идёт против себя вовне, он, например, не может там, допустим, сказать «нет» кому-то. Или он, например, обижается, когда ему что-то говорят. Или он, там, позволяет обращаться с собой как-то, как он не хочет, как ему не нравится. Вот это всё по факту такое искажение своей личности. Но это искажение личности происходит в контексте взаимодействия с другими людьми, то есть во внешнем. Во внешнем мире. А внутреннем мире, когда я игнорирую практически свои финансовые возможности и живу так, как будто у меня финансовые возможности больше, это то же самое искажение личности только уже во внутреннем мире. Поэтому вот такой момент. Другой момент заключается в том, что может быть так и реализуется ваши потребности в любви. То есть, представляя себе что-то, вы пытаетесь запомнить ту пустоту, которая у вас есть. То есть, вот какая-то недоигранность где-то, да, недобалованность, там, постоянное ограничение, недовольство собой и своими возможностями, ну, может быть, передалось вам от ваших родителей. Или там, из вашего опыта, не обязательно от родителей прямо. Это тоже момент. Может быть, это какие-то страхи, может быть, это, опять же, заполнение некой экзистенциальной пустоты. То есть, это вот такая общая пустота в жизни и я пытаюсь ее заполнить вот какими-то вещами. Потому что цели у меня никакой такой серьезной в жизни нет. Дальше, что касается брака. Вот для меня фраза «сохранить брак» звучит несколько, ну, я бы сказал, несколько тревожно, наверное, потому что для меня «сохранить брак» это значит на второе место поставить человека, который, ну, собственно, составляет основу брака, да. То есть, я хочу не наладить отношения с человеком, да. Я не хочу сделать счастливым человека. Я не хочу понять человека, ну, вот, что его беспокоит, в данном случае вашу жену. А я хочу просто сохранить брак. То есть, сделать все это, чтобы мой брак не распал. Понимаете, вы можете, безусловно, сказать, что я имел в виду совсем другое, что я это имел в виду, но нет. Вы говорите про социальную историю, вы говорите про социальную форму сохранения брака, которая вообще-то коррелирует с тем, что у вас много кредитов. Все это возможно еще казаться, там, обеспеченным для других людей, казаться, там, лучше, чем вы есть, ну, по вашему мнению. И так далее. Это может быть и не принятие себя. То есть, если вы что-то скрываете, вы стыдитесь. То есть, стыд, это не принятие себя. Поэтому все здесь, в принципе, может быть взаимосвязано. И если вы, допустим, потеряете брак, то это будет тоже удар по вашей какой-то вот социальной личности, да, по вашему самолюбию и так далее. Я не говорю, что это однозначно так. Я не говорю, что это сто процентов так. Но это так выглядит. Вы не предоставили никакой больше информации. Соответственно, выводы я делаю из того только что, что есть. Вот. Может быть, эти выводы не верны, не верны. Есть, там, другие варианты, но гадать мне бы не хотелось. Как бы, именно угадывать, да, вот что у вас. Мне больше бы хотелось на обратной связи как-то вот уже смотреть, какая конкретно была проблема. Потому что, ну, действительно, может быть много разных причин. Например, кредит как, ну, кредиты как возможность расслабиться. То есть, я живу в постоянном напряжении и через кредит я расслаблялся. Такое тоже может быть. В любом случае с этим нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok